МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня музей – это не просто работа. Для меня музей – это очень интересное дело, когда ты для себя открываешь мир. Это мой дом. Для меня это мой дом. Музей – это необыкновенное пространство для меня, в котором есть буквально все направления деятельности, которые, конечно же, иногда даже сложно просоциировать с данным учреждением. Каждый день на рабочем месте – для меня это творческий процесс, ежедневный творческий процесс. Здесь старое связано с новым, духовное – с материальным. Более 60 лет Литский историко-художественный музей знакомит литчан и гостей города с историей своего края, с его героями и талантами. Пройдемся по музею и узнаем о самой седой древности, хранящейся в его стенах. В эфире новый выпуск проекта «Лида. Культурная столица Беларуси». Попыток открытия музея в Лиде было несколько. Первое предпринималось в 1939 году, когда в мае распахнул дверь Музейный центр городского отдела Польского краеведческого общества. К сожалению, никаких сведений об организаторах первого музея не сохранилось, как не сохранились и экспонаты того времени. Вторая была спустя два года, в январе 1941-го. Тогда музей разместился в здании на улице Ленинской, где до недавнего времени находился магазин «Ласточка». Его директором стал Петр Свиридов. Однако и этот музей просуществовал недолго. Во время Великой Отечественной здание сгорело, а экспонаты были разграблены. Удачной же стала третья попытка. В феврале 1959 года было подписано разрешение на открытие. В Лиде – музея, а 24 апреля он уже принимал посетителей. Его экспозиции располагались в пристройке к зданию, где сейчас находится архистратига Михайловский кафедральный собор. Вспоминается то, что коллектив в то время был совсем маленький. Это было два научных сотрудника, главный хранитель фонда. Ну и, конечно, были смотрители, которые отвечали за музейные площади как музейный смотритель. При стройке к кафедральному собору музей располагался почти 30 лет. Пока в 1999 году не переехал в дом семейных торжеств на улице Победы. В этом здании он находится до сих пор. Кто помнит, жители нашего города, наверное, знают, что, в принципе, пол сдутый, потому что крыша протекала, не было, можно сказать, ни окон, ни дверей. Нам единственное, что помогли верующие именно отремонтировать фонда хранилища, и вот наши музейные фонды были сразу перевезены именно туда и находились в таком неплохом состоянии. Ну а дальше, дальше шли очень долгие годы, почти 10 лет, пока проводились вот именно ремонтные работы. Через два года музей и художественная галерея Лидзея были объединены в одно учреждение культуры – Лидский историко-художественный музей. Мое личное знакомство с этим направлением культурной деятельности и непосредственное в нем участие началось очень давно, порядка 20 лет назад, когда в этом здании работала очень интересная творческая лаборатория. Называлась она «Галерея Лидея». Уже тогда, в конце 90-х, она была создана как юридически самостоятельная организация. И создавалась она по инициативе художников из города Минска. И, собственно, инициаторами были художники, и они же были первыми дарителями, основоположниками художественных коллекций, которыми владеет сейчас в настоящее время наш музей, которых можно вполне серьезно назвать классиками белорусского искусства. За эти годы изменился статус галереи. Теперь это историко-художественный музей, где направление деятельности художественное выделено как отдельное направление, и коллекции пополняются. На протяжении 10 лет в здании Лидского историко-художественного музея на улице Победы велись строительные работы, поэтому его сотрудники проводили мероприятия вне стен учреждения. Работали уличные вернисажи, выставки одного дня и одного предмета. Только в 2008 году, после капитального ремонта, музей торжественно открыл двери для посетителей. Гостям были предложены сменные выставки, которые рассказывали об истории края, судьбе людей и творчестве местных художников, и постоянная экспозиция природоличины. Она знакомилась с флорой и фауной региона. Здесь мы поставили цель, что когда придет он, его величество посетитель, он без всяких, в общем-то, дополнительной информации, глядя на эти предметы, сможет увидеть, какая она красивая наша природа, и как хрупко построен этот мир. Когда с этим работаешь, большое количество тем, большое количество людей, и исследовательской работы собирается для того, чтобы в одно единое построить маленький уголок этой самой природы. К открытию мы открыли абсолютно все площади, все залы, все помещения, которые у нас были полностью, были оборудованы, было получено неплохое финансирование бюджетное именно от города, и пошли по принципу того, что есть отдел природы, и дальше раскрыть историю нашего родного края, показать искусство родного края. И вот именно на созданных выставочных проектах мы постарались хронологично показать, по хронологии, как развивалась история нашего края. Ну и, конечно, не в стороне остался большой выставочный зал, в котором были организованы первые красивые, интересные выставочные проекты известных наших детских художников и не только. Сегодня хранители памяти и времен работают на трех объектах. В историко-художественном музее, Лицком замке и литературном отделе, или, как его называют, Доме Валентина Тавлая. Каждый имеет постоянные экспозиции и сменные выставки. Музейное собрание насчитывает более 50 тысяч раритетов, 45 тысяч единиц основного фонда и более 7 тысяч научно-вспомогательного. Каждая коллекция содержит предметы, рассказывающие и отвечающие за определенную какую-то тематику. Эти предметы мы стараемся хранить поколлекционно, чтобы они между собой, ну, если так можно назвать, тоже на языке хранителей, взаимодействовали. Хранитель фондов не только знает все о каждом музейном экспонате, кому он раньше принадлежал, как попал в коллекцию и как должен содержаться. Он еще и научный сотрудник, и куратор выставок, и экскурсовод. Однако, чем бы ни занимался хранитель фондов, он ежедневно заходит в хранилище, чтобы проверить и зафиксировать температуру и влажность. Проводятся профилактические осмотры, коллекции ткачества, одежда, ткани, ежегодно просушиваются для того, чтобы не было вредителей. Кроме этого, каждый предмет должен находиться на своем месте. Это связано с тем, что когда идет создание выставок, экспозиций, и очень быстро нужно определить, где же все-таки этот предмет располагается, поэтому у него есть так называемая прописка, которая зафиксирована в главной книге поступлений. Это только кажется, что время в музее застыло, и на всех экспонатах вековая пыль, которую так просто не смахнешь салфеткой. Зачастую нужны умелые руки реставраторов. Каждый предмет может рассказать свою историю и поведать о своем времени. Например, о быте наших земляков конца 19-го, начала 20-го века могут рассказать приобретенные недавно предметы, музыкальный инструмент, физгармония и набор мягкой мебели. Уходит время и уходят предметы. Если мы сегодня не будем пополнять фонды, например, предметов, которыми пользовались наши родители, которыми пользовались мы, то, собственно, мы потом опоздаем. Вот на сегодняшний день я работаю с большой коллекцией фотоаппаратов. Те механические фотоаппараты, которые мы знаем, как Киев, Зенит, Зорький и так далее, сегодня уже не приобретешь в магазине. Сегодня уже фотоаппараты совершенно другие. Сегодня наш ребенок, даже если не говоря о фотоаппаратах, не представляет, что такое черно-белый телевизор. То есть необходимость пополнения фондов, она должна быть ежедневной. Иначе то, что есть сегодня, в следующем времени, уже можно, в общем-то, в магазине и купить. В Лицском историко-художественном музее 25 коллекций на различную тематику. Самая большая, археологическая, она насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Самая дорогостоящая в нематериальном плане – коллекция икон. В денежном эквиваленте – нумизматическая. Предметы коллекции нумизматика хранятся в конвертиках, которые подписаны. И это позволяет очень быстро найти определенный период, если такое нужно отразить в экспозиции или на выставке. У нас очень большая коллекция фалеристики. Это значки. Они также хранятся индивидуально в конвертах. Предметы, которые относятся к коллекции документы, – это наиболее уязвленные предметы, которые, к сожалению, если на них воздействует свет, очень часто разрушаются. Поэтому мы стараемся хранить каждый предмет в отдельном конверте. И экспонируется по необходимости. Каждый подлинный предмет экспонируется не более трех месяцев. Если выставка дольше продолжает свою работу, значит, мы изготавливаем копии этих документов. И любой посетитель, который хочет ознакомиться с оригиналом, может обратиться к нам, и мы его предоставим. Он может увидеть сам подлинный предмет. Это все сделано для того, чтобы как можно дольше сохранить эти ценности. Комплектование фондов – одно из основных направлений деятельности любого музея. Элитские историко-художественные – не исключение. Здесь строгие критерии к предметам прошлого и настоящего. Прежде всего – аутентичность и уникальность. А еще – время создания, среда бытования и личность владельца. Немалую помощь в этой работе сотрудникам музея оказывают коллекционеры, экспонирующие в выставочных залах свои эксклюзивные предметы. В чем заключается сотрудничество с музеем? Во-первых, в музее располагаются предметы моей коллекции, которая располагается в музее уже с 2010 года. Во-вторых, какая бы выставка ни была бы в музее, мы консультируемся, и какие-то предметы из коллекции путешествуют и по другим выставкам. Бывает много вопросов по историческим местам. Передаем какие-то предметы. Одно из вещей, которое я сюда передал в музей – альбом с фотографиями царских особ, посвященный 300-летию Дома Романовых 1912 года. Сегодня в Лицком историко-художественном музее работают две постоянные экспозиции – «Природа личины» и «Современное искусство края». Последнее представляет творчество лицких художников. Вниз выше ста авторских произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В настоящее время очень изменились тенденции визуализации произведений искусства. И сегодня мало просто организовать какую-то выставку. Мы практикуем на базе выставок встречи с творческими людьми, с авторами, с художниками или людьми других творческих профессий. Почти на каждой выставке мы проводим мастер-классы, какие-то мини-концерты. То есть каждый выставочный проект живет такой какой-то особенной, полноценной жизнью. Есть музей и художественный салон. В нем живопись, график, акварель, батик, гобелен, керамика – известных художников. При формировании коллекции салона учитывается как высокий художественный уровень произведений, так и финансовые возможности покупателей. Пользуется популярностью посетителей и музейно-образная комната «Хрущевка 60-х». Это собирательный образ быта 60-х годов прошлого века. Она рассказывает, какие газеты читали, как встречали праздники, как обустраивали жилье в этот период. Очень часто в «Хрущевке» мы проводим различные тематические блоки. Одним из таких блоков является Новый год. И во время вот этих тематических блоков мы объявляем различные акции. И таким образом нам удалось собрать богатую коллекцию елочных игрушек, которые также переданы жителями нашего города, и новогодних открыток. Сотрудники Лидского историко-художественного музея разрабатывают и внедряют нетрадиционные и инновационные формы работы с посетителями. Среди них циклы разовых мероприятий, обрядовые праздники, концерты, презентации музыкальных альбомов местных исполнителей, литературно-музыкальные вечера и пленеры для учащихся школ с художественным уклоном. Большой интерес у посетителей из разных городов Беларуси вызывает проект «Стародавних муров от Раджени», который разработан совместно с туристическими фирмами, аниматорскими группами и рыцарскими клубами. За этот проект в 2009 году коллектив музея был награжден специальной премией президента республики Беларусь. Костяк нашего коллектива остается неизменным. Люди приходят новые, они знакомятся с музейной деятельностью. Не могу сказать, что работа настолько легка, и все приживаются в данном пространстве, потому что у нас как динамичная, так и эстетичная работа, и достаточно сложно человеку привыкнуть к настолько неравномерному изменению, которое происходит у нас внутри. Потому что из динамичных я могу сказать, что внезапная, спонтанная какая-то экскурсия, ты должен скоперироваться от научной деятельности за пять минут и побежать на экскурсию, перестроить полностью свое мышление, потому что ты описывал музейный предмет, допустим, XIX века, а то через пять минут ты должен погрузиться в историю XIV века и помнить структуру того, что происходит в замке. Могу сказать, что без некоторых людей представить работу в музейной сфере сложно. И могу сказать однозначно, что есть люди незаменимые. И таких у нас в коллективе достаточно много. Лидский историко-художественный музей сегодня один из ведущих музеев в Гродницкой области по сохранению исторического и культурного наследия и исторической памяти для будущих поколений. У него самый большой фонд музейных предметов среди районных музеев области. Его сотрудники проводят самое большое количество экскурсий. Ежегодно музей посещают порядка 100 тысяч человек. Это как жители Лиды Лидского района, так и гости со всей Беларуси. В Лидском замке в этом году достаточно значимое событие состоялось не только, мне кажется, для нашего учреждения, но и в целом для области Гродненской. Это открытие Юго-Западной башни в замке Гедемина. И также состоялась 18 сентября международная конференция совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси. И эти два события позволили нам дальше более активно развиваться в научно-исследовательской деятельности. Часть проектов, которые у нас не состоялись в этом году, автоматически перетранслируются в 2021 год. Основными являются все события, которые у нас проходят в рамках Ночи музеев, которые планируются на 20 числа мая 2021 года. Также у нас планируется и продолжаем вести переговоры с театральными встречами в Лицком замке, с театрами, если все будет хорошо у нас. И, конечно же, это турниры, это лучный турнир и общий турнир, который может быть классический, средневековый рыцарский турнир. Также у нас планируется масса выставочных проектов совместно с русскими музеями и с литовскими. В планах нашего музея в преддверии новогодних рождественских праздников проведение сборной выставки художников. Она будет называться, такое ее рабочее название, «Зимовый настрой». Наших горожан ждет приятная зимняя и праздничная атмосфера, которую мы попытаемся для них создать. Выставки и экспозиции объединили многих творческих людей, художников и музыкантов, краеведов и историков, этнографов, природоведов и писателей. Общими усилиями Литский историко-художественный музей стал настоящим культурным центром. Всегда с интересом проходят проекты совместно с Дворцом культуры города Лида, с методическим отделом. И все мероприятия, конечно же, без наших коллег достаточно сложно воплотимы, потому что мы не актер, не специалисты такого класса. И когда идет мероприятие городского масштаба, областного, конечно же, мы всегда просим помощи у коллег, и они всегда отзываются на наши просьбы. Спасибо всем посетителям, которые приходят к нам в музей, которые неравнодушны к истории, к культуре. И хотелось бы знать, что интересно посетителю. Поэтому мы периодически проводим различные опросы у нас в соцсетях, на нашем сайте. Мы приглашаем посетителей посмотреть его и, возможно, внести свои какие-то предложения, как они в целом видят музей в 21 веке, и как они представляют наше взаимодействие. Было бы достаточно интересно. Сегодня Лидский историко-художественный музей – это комплекс объектов, которые связаны между собой. Посетить их стоит обязательно. Каждый из них учит, удивляет, а порой и развлекает. Например, в Лидском замке сражаются рыцари и проводят свадьбы. В домике Тавлая читают стихи и презентуют книги. Ну а в самом музее можно спокойно посмотреть экспонаты, полистать старые газеты, либо альбомы. А на интерактивной площадке примерить средневековый наряд, либо сделать селфи. С вами были авторы ведущего проекта Оксана Бонцевич и Лида – культурная столица Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok